Украинская страна 36 мин калибром 120 мм и 57 мин калибром 82 мм. На Горловском направлении обстрел подвелся населенным пунктом Зайцево из гранатомета и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении по районным трем населенным пунктам противник выпустил 9 мин калибром 120 и 82 мм. Также активно применялись гранатометы и стрелкового оружия. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 42 случая нарушения режима прекращения огня. Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенное Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов Гнутова 8 км от линии соприкосновения. Выявлено местохождение 4 152 мм гаубицы Д-20. Иван-Поле 22 км отмечено прибытие 3 152 мм гаубицы Д-100Б. Украинская армия, как и прежде, остается основным поставщиком для вооруженных сил ДНР. Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении предоставили в постоянной пользе нашим защитникам беспилотные летательные аппараты. Дорогостоящие БПЛА американского производства украинские солдаты распродают за копейки. Данный факт объясняется тем, что военнослужащий по контракту, которым так гордится командование вооруженных сил Украины, имеет перед собой одну единственную цель в зоне так называемого АТО – выжить из армии все, что можно, после чего уволиться в запас. Однако, обогащению законным способом мешает обширная система штрафов, разработанная в каждом подразделении вооруженных сил Украины. Один из самых серьезных поступков, за которые лишают половину денежного довольствия – это критика преступной украинской власти. Порошенко постоянно заявляет о якобы существующей свободе слова, которое еще никогда не было за всю историю Украины. Всю полноту этой свободы, как никто иной, ощущают украинские военнослужащие, находящиеся вблизи линии соприкосновения. Когда каждая неосторожно высказанная в адрес руководства страны приводит к резкому уменьшению денежного удовольствия. Я вот с собой специально принес одну картинку, хочу вам показать. Я, в принципе, хочу обратиться к всем жителям нашей республики. Никогда не унывайте и не опускайте рук. Вот эту картинку нарисовала девочка, которая больна ДЦП. Я ее привез сейчас из Горловки. Мы привезли туда велотренажер, который нам предоставила российская страна. Подарили. Мы увидели восторг. Просто никогда не пускайте руки. Смотрите на эту картинку, потому что даже не каждый человек, который полностью здоровый, мог бы так нарисовать. А девочка полна. Продолжение следует...